Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продажу выставили Т-14, почему-то назвав его локомотив прокачки. Я правда не совсем понимаю, что вы будете на нем прокачивать и где здесь локомотив, но давайте будем смотреть предложение и его обсуждать. Ну а параллельно еще обсудим саму машину, ну и соответственно обязательно выкатим ее из ангара. Итак, Т-14 можно купить в ветке Соединенных Штатов за 2 400 в любой момент. Сейчас вам предлагают за 2000 золота приобрести себе данную машину, плюс 14 дней према. Есть камуфляжик, который на машине смотрится, кстати, ребят, действительно неплохо. Один из тех камуфляжей, которые мне нравятся. Действительно симпатично смотрится на машине, она какая-нибудь, ну не какая-нибудь, в смысле она какая-то такая, абсолютно спокойная, абсолютно нормальная, не сильно пестрая, без всяких там развивающихся цветочков, которые меняют цвета и так далее. В общем, мне, честно говоря, данный камуфляжик нравится. Что касается Х5, то только на Т-14, поэтому 10 победных каток вы можете на нем сделать себе, так сказать, в прибыль, но вопрос размера этой прибыли у нас остается открытым. Есть сертификат на покупку танка, хотя на пятом уровне они такие уж и дорогие, можно и без него. И вам то же самое касается в отношении сертификата на исследование техники, потому что на пятом уровне тоже, как бы, танк особо не составляет сложности открыть, исследовать его. Поэтому, ну, будет плюсиком, но согласитесь, не таким уж и огромным. Открытое все оборудование и есть слот в ангаре. Что собой машина представляет по техническим характеристикам, будем сейчас с вами обсуждать. Ну, а некоторые вещи будем с вами заценивать непосредственно в самом бою, потому что именно там и есть необходимость заценивать многие показатели по технике, так как заявленные цифры не всегда, ну, являются абсолютно показательными и точными. Итак, ребят, по техническим характеристикам. Что касается орудия, мне кажется, что это одно из самых главных, что необходимо заценивать. Значит, смотрите, заявленный ДПМ 1656, он не всегда реализуемый, потому что на машине очень сложно отыгрывать из-за довольно-таки серьезного времени сведения и очень большого разброса. Машина предназначена для того, чтобы играть на ближних расстояниях, но не является крайне подвижной нормальной машиной. Соответственно, допустим, на линии с ТЛТ, если вы будете прям вплотную к ребятам подъезжать, будьте готовы к тому, что вас будут пытаться закрутить, соответственно, держитесь немножко на расстоянии. Время перезарядки вполне нормальное, 5,8. Средний урон 160, тоже вполне нормальный для тяжелого танка 5 уровня. Средняя бронепробиваемость 106, и этого, честно говоря, маловато. Можно переставить себе на пробой будет 111. Насколько это лучше, не знаю, мне по ощущениям разница вообще как-то не была ощутима, поэтому я поставил себе на улучшение времени перезарядки для того, чтобы сделать его меньше 6 секунд, а не более. Что касается, ребят, брони. Броня здесь действительно есть, здесь особо не поспоришь, но, ребят, давайте будем говорить откровенно. Броня броне рознь, вопрос в том, как ее использовать. Из позитивов по данной машине. Очень хороший угол склонения верхнего бронелиста, который, в случае, если вы будете пытаться отыгрывать от башни, будет вам в этом помогать. Особой брони в верхнем бронелисте нет, здесь всего лишь 53 миллиметра, да, с приведенкой там получается в прямой проекции сотня, но, согласитесь, все равно далеко не фонтан. Вот это вот фигулина 66, ну, как бы совсем, да, так немножечко странновато выглядит. Передний бронелист, вот этот вот, который между нижним и верхним, или переходящий с верхнего в нижний, 113, там, с приведенки, в зависимости от того, как ты станешь, 110, но в целом 106. В целом не является прям совсем больным местом по машине. И что самое парадоксальное, что если вы не можете его пробить, как и в многих других случаях, бросайте фугас вот сюда вот, в район основания башни, и если вам повезет, с учетом того, какие здесь все вот эти вот углы есть на башне, то вы сможете закинуть, ну, плюс-минус нормальный урон вот сюда вот, в верхний лист корпуса, в котором всего лишь 20 миллиметров брони. Поэтому, если прям совсем не знаете, что с товарищем делать, или в клинч с ним вошли, фугасы, как говорится, вам в помощь. Что касается бортов, да, здесь не сильно весело, но ромбовать на нем можно. Он действительно неплохо ромбует. Что касается кормы, здесь тоже, ну, не совсем существенный, согласитесь, картон, хотя и особой броней не отличается, ну, лучше, чем у многих. Давайте будем говорить откровенно. Что касается сравнения с другими машинами. Вот машины все, которые представлены у нас на пятом уровне, тяжелые танки. Единственное, что я отсюда выключил КВшника по одной простой причине, потому что товарища КВ-220 бета-тест, ну, фиг вы там его где-то встретите, может, у кого-то где-то он еще как-то завалялся, но в целом, ребят, данную машину вы никогда не увидите, не встретите, соответственно, ее мы в сравнении с вами брать не будем. Что же касается всех остальных. Если смотреть по ДПМу и вообще по всем характеристикам, то самыми прямыми конкурентами Т-14 является Excelsior, которого вы тоже можете приобрести в ветке исследования, и Черчилль третий, но это совсем другая история. Так вот, ребят, если брать все остальные машины, вроде бы в чем-то там типа Т-14 лучше по показателям, в чем-то хуже, но мы сразу можем убрать того же самого Мэджая, потому что коллекционная машина, которая, ну, не просто ПМ, а та машина, которую можно было получить в игровом событии, на данный момент Мэджая вы себе не возьмете. Может, когда-нибудь он там каким-то образом вернется, но я не думаю, что это будет прям очень частым. Итак, ребят, я думаю, что можно просто поубирать всех ребят, которые не являются прямыми конкурентами данной машины, и сравнить его в первую очередь, ребят, с Excelsior и с Черчиллем третьим. Как я уже говорил, Excelsior можете взять в любой момент, с Черчиллем третьим немножко другая история, но давайте будем сравнивать. Пробитие. Что у Excelsior, что у Черчилля выше. И я бы сказал, что в целом вот эти вот Excelsior и Черчилль, они являются братьями, потому что у них пробитие 110-160 альфы, выстрелы в минуту одинаково, перезарядка, калибр всего лишь на один, на один миллиметр больше, поэтому как бы, то есть, ни о чем, да, то есть, можно говорить, что это, в принципе, все то же самое. Скорость полета снаряда, тут как раз уже Т-14 и Excelsior абсолютно похожи. Да, в принципе, вот эти вот три машинки, они действительно, ну, прям, такое впечатление, что писаны по одной кальке, единственное, что внешне отличаются. Единственное, что стоит отметить, что по сравнению с Excelsior, Т-14 существенно менее подвижный. Вроде бы, казалось бы, всего лишь на 5 скорость меньше, но в бою это действительно ощутимо. Мощность двигателя лучше, но, честно говоря, от этого не сильно-то и лучше. Что касается доходности, да, Т-14 выше по доходности, но реализуемость самой доходности лучше все-таки у Excelsior, потому что на нем немножко проще все-таки играть, и, ну, отчасти интереснее. Что касается всех остальных показателей, все в пределах там стандартно. Ну, а что касается процента побед, как я уже говорил, я не сильно доверяю вот этим цифрам в таблице, но процентное соотношение, как правило, придерживается. Соответственно, сами видите, у Excelsior процент побед, я бы сказал, лучше, чем у Т-14. Таким образом, получается, что выбор ваш очень прост. Т-14, либо все-таки брать себе Excelsior. И здесь выбор, безусловно, будет за вами. И все зависит от того, какой геймплей вам больше понравится. Ну что, давайте попытаемся выкатить данного товарища из ангара. Проверим, чтобы мы с вами попали в обычный бой. Я поставлю встречку и попытаемся чего-то в этом бою сделать. Заценим с вами такие вещи, как склонение орудием. Заценим такие вещи, как стрельба на дальних расстояниях. Ну и, соответственно, будем заценивать с вами подвижность, точность орудия в целом. И насколько машина может быть реализована так, чтобы вы получали и удовлетворение, и еще и какие-то дополнительные плюшки, типа в виде фарма серебра. Как я уже сказал, у Т-14 доходность выше, чем у других. Не существенно, но все-таки, типа должно что-то добавлять. Ждем, пока нас забросит. И будем с вами, как говорится, напокататься. Кто против нас? Против нас, слава богу, пятерки. Шестерок не добавилось. Возможно, из-за того, что я зашел во встречный бой. А возможно, просто повезло. Бог его знает. Меня очень радует то, что против нас есть три четверки. И попытаемся понакидывать в них урона. Главная ваша задача на Т-14 забыть по поводу того, что вы можете форсировать события. Вы не можете их форсировать. Вы можете делать одно из двух. Вы можете занять глухую оборону и быть танком поддержки. И пользоваться своей броней. Либо вы можете продавливать направление. Но Блицкриг точно вам не светит. Что касается подвижности. Передвигается, но, ребят, вот как только ты начинаешь где-то под горку ехать, или как только ты начинаешь поворачивать вправо-влево, машина сразу становится унылой. Ну вот прям вообще настолько унылая, что капец. Так, отходим немножко назад. Рамбуем, пытаемся выцелить. Вот то, что я говорил. Время сведения просто ужасное. Ну вот прям совсем-совсем ты сводишься, сводишься, сводишься. И разброс, ребят, очень большой. И даже на вот таком вот, я бы сказал, не сильно большом расстоянии, видите, орудие точностью, оно не отличается. Я сейчас бросал при полном сведении, выцеливал верхний бронелист, который является картонным у Вольвериана. И в это же время у меня снаряд уходит, ну прям совсем-совсем не туда, куда я целился. И вот такие вот промахи, они настолько делают неприятно в бою, ты настолько расстраиваешься, что в целом понимаешь, что данная машина, она не настолько прям кайфовая, как могла бы быть. Добавили бы ей разработчики немножечко все-таки точности, и было бы все гораздо веселее. Так, я так понимаю, что сейчас меня вынесут, дождемся окончания боя, ну и там уже будем смотреть по результатам, и обязательно закатываться в следующую катку. Я очень сильно надеюсь, что сейчас ПЗ-5-4 не обратит на меня внимания, поедет куда-то, я смогу дать ему еще одну тычку. Спускаясь немножко ниже, ребят, как я уже говорил, машина, она предназначена для того, чтобы играть все-таки от брони, и от брони играть так, чтобы вы еще и прятались немножко. Ну все, поиграл ГСН. Смотрим, куда пробивают. Как видите, абсолютно спокойно пробивают... Класс, башня так легла, ни черта не видно. Как вы видите, абсолютно спокойно пробивают верхний бронелист. О чем это говорит? Это говорит о том, что соперники, они не будут пытаться искать в вас какие-то маленькие серые зоны. У них есть одна большая серая зона, это ваш верхний бронелист, который они будут бросать. У них нет необходимости выцеливать в вас нижний бронелист. У них нет необходимости пытаться поймать вас фугасом, потому что прям совсем пробить некуда. И уж точно, ребят, башня вас спасать не будет. Как вы видите, на маске орудия у меня есть дополнительное отверстие, которого я сюда абсолютно не просил. Таким образом, получается, что вроде бы у машины и броня есть, но по большому счету эта броня особо не отыгрывает. Отыгрывать, как сейчас я пытался вот где-нибудь от неровности стоя и пытаясь отыгрывать от башни, ребят, тоже не особо получается. Все равно пробивают, а на расстояниях чуть дальше, чем ближний бой, ваше орудие, оно просто, не знаю, такое впечатление, что вы пытаетесь с завязанными глазами играть в дартс. Ну вот где-то вот так приблизительно. Ты вроде бы по ощущениям, ты в принципе по всем показателям должен сейчас попасть туда, куда ты целишься. И при этом у тебя снаряды очень часто уходят крайне далеко от центра твоего прицела. Поэтому, ребят, я и говорю, что отыгрывать на конкретно Т-14 очень сложно. На Excelsior точность орудия куда лучше, а показатели по броне гораздо лучшими не назовешь, но в то же время есть подвижность. Таким образом, получается, что имея те же самые запасы по броне, имея практически ту же самую подвижность, а может быть даже и лучше, вы имеете еще и более реализуемое орудие. В команде по урону первое место, но это не показатель, потому что вот эти ребята сыграли, прямо скажем, не сильно. Именно поэтому я занял именно первое место. А так, в целом, Т-14 занимает приблизительно где-то позицию, ну, в лучшем второе место в команде по урону в случае победы и в случае, если ваша команда нормально отыграла. Занять первое место в команде по урону на Т-14, как правило, очень сложно. Ну, по крайней мере, мне. Если вы со мной не согласны, напишите в комментариях. И, кстати, ребят, подпишитесь на канал, поставьте лайк данному видео и нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новое видео. Я снимаю честные обзоры для вас и показываю машины не во всей их красе, я показываю машины такими, какие они есть, для того, чтобы вы знали, стоит ли вам тратить вашу кровную голду на покупку того или иного хлама, либо имбы в магазине. Ну что, нас опять забрасывает и мы опять в топе, это очень хорошо, меня это очень радует, у нас есть целых 4 четвертого уровня танков, есть мы Джай, который мне не сильно приятен, ну, а с остальными ребятами здесь уже есть на чем пободаться. Ну что, поехали, попытаемся чего-то сделать. Так, ну а что встали, ребят, поехали. Хорош стоять, надо что-то делать. Едем, нет? Едем, очень хорошо. Не сильно нравится мне вот такая вот прямая карта, потому что здесь особо не сыграешь. Что касается углов склонения орудия, как вы видите, я сейчас отвлекусь немножко от боя, углы склонения орудия очень классные, просто суперские, поэтому если вы находитесь на какой-нибудь карте, на которой вы, скажем так, можете найти неровности, от которых будете отыгрывать, поверьте, это добавит вам реально шансов на победу и шансов на хорошие результаты по бою. На этой карте, если бы я поехал вот туда налево, наверное, было бы больше толку, но рассчитывая на то, что я должен схлестнуться с тяжелыми танками, что у меня будет поддержка, я поехал в направление ТТ, возможно, это была моя ошибка, надо было к СТшкам ехать. Отстрелялся товарищ, откатываемся назад, КВ-1 нам, как говорится, не сильно большой соперник, хотя в целом, если голду зарядит, то может сделать неприятно. Так, надо добирать братца и поехали дальше. Точку захватывают, двоих наших слили, левую сторону, получается, ребята соперники, в принципе, продавили, мы все скучковались здесь. Неприятный товарищ, обратите внимание, Матильда четвертого уровня, а для меня она является существенным препятствием. Точность орудия, дофиг там, не получается у меня выцелить серую зону в Матильде. Ладно, поехали дальше, бросим пока Матильду, пусть стоит, пусть пока отдыхает. Кинул наугад, ребят, знаю, что появится тройка-другая, желающих захейтить в комментариях, но в таких ситуациях всегда бросаю наугад, по одной простой причине, потому что стоять выцеливать особо возможности времени нет. Ну, а так, глядишь, да сбок и залетит. Откатываемся назад, Мэджай, слава богу, не пробивает меня, хотя только что в меня прилетал урон, и я так понимаю, что именно от Мэджая. На фарт кинул, не пробил, жаль, очень жаль. Ускорю перезарядку, пока товарищ перезаряжается, есть возможность накидать в него урона, и вот Мэджай повернулся ко мне. Но голда делает свое дело, и в целом, если вы, играя на Т-14, прям совсем ничего сделать не можете, лучше заряжайте сразу голду, не пытайтесь выцеливать чем-либо. Голда здесь работает абсолютно нормально. Ну, давай, повернись, чуть-чуть еще. Есть. Так, заберем, не заберем, Мэджайя. Я думаю, что должен... Ну, блин, ну вот это вот время сведения, ну это ж просто капец какой-то. Реально, настолько неприятно. Ну вот, блин, ну вот, вот так вот ты пока сведешься, психует товарищ. Не сильно ему приятно, понятное дело. Так, еще раз, сведение, вот для сведения приходится стоять долго на месте, а это возможность для ваших соперников выселить вас. Так, поехали, надо сбивать захват, потому что если сейчас захват не сбить, а парень М7 сейчас приедет нам в корму, будет не очень приятно. Так, Матильда, иди сюда, пожалуйста, я тебя очень сильно прошу. Давайте попробуем фугасом, что ли, под башенку зарядить, хоть как-то, да, там что-то накинем ей. Так, есть. Ну, я думаю, что с М7 разобраться особой сложности не будет. Вот то, что я говорил, что бросаю на Т-14 довольно часто вот так наугад. Время перезарядки позволяет, в принципе, психануть и потратить один снарядик. Жаль, добрали, хотел пятый фраг сделать, ну ладно. Теперь смотрим на результаты. Смотрите, результат по броне вы видели сами, пробивают спереди абсолютно спокойно. Поэтому, то, что я говорил, неровности, это, в принципе, ваш залог успеха. Если вы их на карте находите, ну, соответственно, стойте там и особо никуда не рыпайтесь. Лучше будьте танком поддержки, а уж потом, когда надо, начинайте продавливать направление. Знак классности первой степени, 1860 урона, 4 фрага. Что касается результатов по фарму серебра. А этот вопрос очень часто интересует при покупке или потенциальной покупке премиумного танка. У нас получается 48800 с учетом прем-аккаунта без активированных бустеров. Я считаю, что это довольно неплохо. Но единственное что, сделайте скидку, что пополнение боекомплекта 8000 у нас забрало, потому что пришлось отыгрывать голдой против Мэджая. Но в целом оно того стоило, согласитесь. Что касается фарма, я бы не сказал, что это прям вау-вау фармер, но в конце концов, как правило, в минусе вы не будете. Это уже хорошо. А вот в каком плюсе, это зависит, безусловно, от вас и от того, как вам повезло отыграть. Вот здесь я занял первое место в команде по урону. Ребята нижние все-таки маловато дали. Могли дать чуть больше. Но в целом в этом бою, я, кажется, мне показал себя довольно неплохо. Ну что ж, ребят, вот такой вот он Т-14. Покупать или не покупать за 2000 голды, ну здесь вопрос остается в подвешенном состоянии. Я не могу остро не рекомендовать данную машину, но и рекомендовать тоже язык не поворачивается. Все-таки он нудноватый. Ну вот честно, нудоватый. Тот же самый Excelsior, он играется немножечко повеселее. Если вы хотите дополнительные обзоры на машины, то в пределах видео были вот здесь вот наверху ссылочки на Т-14, на Excelsior. А еще у меня на канале есть порядка 500 честных обзоров на разные танки, в том числе и на эти. И есть грамотно расставленные плейлисты. В частности, есть плейлист премы из веток. Это плейлист, посвященный тем премтанкам, которые вы можете приобрести себе в ветках исследования в любой момент. Заходите на канал, подписывайтесь на канал, ищите интересующие вас видео. И я уверен, вы найдете интересующую вас машину. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Напишите в комментариях, будете ли вы покупать себе Т-14. Ну что ж, пока-пока.